Добрый день! В эфире программа «Тема дня. Комментарии» в студии Роман Быков. Законодательная новелла, очень интересная для наших предпринимателей, произошла в прошлом году. Вступил в силу федеральный закон номер 248 о госконтроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. О том, что означает этот новый закон, что унесет нашему предпринимательскому корпусу. Об этом мы сегодня поговорим с гостем в студии. Хочу представить, это Марина Сидорова, старший помощник Волжского межрегионального природы охранного прокурора по надзору с соблюдением прав предпринимательства. Марина, добрый день! Марина, скажите, в чем необходимость была введения такого закона? Закон кардинально поменял, если можно так сказать, правила игры при осуществлении контроля. Да. Он смещает акценты. Раньше был карательный надзор, теперь профилактический. Орган контроля должен осуществлять в ряде случаев обязательную профилактику и не может за это наказывать. А раньше как был пример? Может так привести сразу для понимания телезрителям? Профилактические мероприятия были всегда, но они были декларативные в виде программ и осуществления некоторых профилактических мероприятий. Но, тем не менее, органы при выявлении каких-то недостатков сразу применяли штрафные санкции и иные виды ответственности. Сейчас, для того, чтобы применить вид ответственности по результатам этого профилактического визита, необходимо, чтобы проверяемое лицо осуществляло непосредственную угрозу, причиняло непосредственную угрозу вреда охраняемым законным ценностям. Любым. Только в этом случае и только если им разрешит прокурор, он может осуществить какие-то мероприятия и только после этого применить какие-то санкции. Скажите, а какие-то цифры есть? Допустим, сколько таким образом вам удалось предотвратить вот этих ненужных для бизнеса проверок, каких-то инспекций, рейдов? Ну, основной инструмент у прокурора, который позволяет ему предотвращать такие мероприятия, это согласование планов контрольно-надзорных мероприятий и согласование вот этих вот неплановых контрольных мероприятий, которые органы хотят осуществить в отношении конкретных лиц. При формировании плана на 2022 год мы не санкционировали четверть таких мероприятий. Проверок всяких, да? Да, это более 800 мероприятий в абсолютных цифрах и половина внеплановых мероприятий, это только с даты действия этого закона, то есть второе полугодие. Более половины в абсолютных цифрах это около 200 мероприятий, которые мы не санкционировали к проведению органами контроля. И давайте поясним телезрителям, что это касается не только Тверской области, поскольку давайте напомним ареал вашей деятельности. Да, Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура осуществляет надзор в Волжско-Каспийском бассейне. Под нашей юрисдикцией 17 субъектов Российской Федерации, начиная от Тверской области и вниз по Волге до самого Каспия. И все органы, которые так или иначе связаны с охраной природы, органы все нам поднадзорны. Это органы, осуществляющие в области рыболовства, в области лесного хозяйства, недр, охраны водных ресурсов. Это все органы, которые поднадзорны Волжской прокуратурой и таких уполномоченных органов по Волге более 100. А органов местного самоуправления, соответственно, все органы местного самоуправления в части, которые касаются охраны земель, благоустройства и обращений с отходами. То есть их более трех тысяч получается. Кристина, вообще по вашей оценке, до ведения закона, насколько большой ущерб носился бизнесу вообще? И в чем основная причина, основная суть была этого ущерба? Что бизнес в итоге у него нужно было какое-то время простаивать или незаконные штрафы какие-то получал? Мы выявляем ежегодно от трех до четырех тысяч нарушений закона. Большая часть этих нарушений касается нормативно-правового регулирования. То есть нормативные акты, которые принимаются и местными органами, и на уровне субъектов, они в какой-то мере, где-то больше, где-то меньше, все-таки влияют на осуществление бизнеса. Устанавливают какие-то дополнительные требования, либо дополнительные права проверяющим и иным органам предоставляют. А вы, соответственно, выявляете, что вот этот акт, не отстойте, уважаемая администрация, он нарушает, допустим, вообще незаконен, самодеятельно, что называется. Да, и таких актов, в общем-то, достаточное количество. И прокурор, у него есть полномочия по принесению протеста на такой незаконный нормативный акт. Органы представительные в большей части соглашаются с нашими доводами и самостоятельно устраняют эти недостатки в нормативных актах. Бывают случаи, что органы настаивают на своей позиции, мы обращаемся в судебные органы по решению суда, уже обязываются к устранению этих противоречий административного давления на бизнес. А вот как вы думаете, сами вот вы оцените, это почему так наши органы власти исполняют, в общем-то, работу, такие как бы, ну, всевозможные предписания и так далее, нормативы издают, которые противоречивают законодательству. Это у них юристы, что называется, слабые или что? Есть и касательно юридической техники, касательно не приведения своевременного с изменяющимся федеральным законодательством, но есть и случаи, когда органы устанавливают, допустим, нормативы, которые, в общем-то, достаточно потом финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты, причем они касаются именно всех. То есть это будут устанавливать нормативы накопления отходов, нормативы платы за размещение отходов. То есть этот нормативный акт, он, в общем-то, приводит к дополнительным доходам конкретных юридических лиц, либо бюджета, пополнения бюджета, но, тем не менее, несет нагрузку финансовую на лиц, которые их исполняют эти документы. Скажите, а есть, может быть, пара примеров касаемо Тверской области, когда вы в отношении какого-то предприятия предотвратили вот эти незаконные проверки, допустим? В Тверской области у нас тоже есть такие примеры. Лицо провело незаконную проверку, получив жалобу, которая, собственно, потом и не подтвердилось лицо, которое обратилось. Инспектор самовольно поехал, зашел на предприятие. Инспектор чего? Инспектор государственного органа, это промышленное предприятие, в Калининском районе оно находилось, в Тверской области. Инспектор природоохранный в сфере охраны окружающей среды зашел на это предприятие, документы посмотрел, территорию осмотрел, и, соответственно, увидел нарушение и выдал предписание. Но благодаря нашему вмешательству штраф не успел составить на это юридическое лицо и, соответственно, понес ответственность и отменил руководитель органа, в котором этот нерадивый инспектор работал. Он отменил все результаты, которые он наваял. Ну что же, наш фир подошел к концу. Скажите, в завершение, что можно сказать предпринимателям, если они чувствуют, что та или иная инспекция, рейд, он незаконен, допустим, почему-то на вету и еще что-то так далее. Предприниматели могут не бояться. Сейчас введена новым законом еще и процедура досудебного обжалования не только результатов, но и любого действия инспектора, который считает незаконным предприниматель. Через систему досудебного обжалования это можно обжаловать, и первоначальный орган обязан рассмотреть руководитель органа. И, соответственно, обращаться в прокуратуру в любой форме. Очень часто на стадии разговора эти вопросы все урегулируются и решаются. То есть устные обращения мы тоже рассматриваем. Пожалуйста, звоните. Электронная приемная тоже работает на сайте Ворска Межрегиональной природоохраны прокуратуры. Любым способом обращайтесь, и будем рассматривать и при наличии оснований защищать ваши права. Как пел один поп-исполнитель, не надо стесняться. Спасибо большое, Марин. Была программа «Тема дня. Комментарии». Успехов в протестании вашему бизнесу и не стесняйтесь жаловаться, если что, на нашу замечательную природоохранную прокуратуру. До свидания.